Я хочу еще одновременно поздравить те коллективы, которые вышли на связь, наших коллег. И я думаю, что мы общими усилиями, общими мыслями, поддержкой обязательно победим это. И придет время, когда мы соберемся все вместе и будем праздновать День медицинской сестры, как это было в былые добрые времена. Международный День медицинской сестры в этот раз проходит в напряженной обстановке. Но сотрудники медучреждений все равно стараются поддержать друг друга. И даже во время онлайн-встречи с главой региона передают друг другу приветы. Конференция, в общем, очень здорово. Мы имеем возможность сейчас всех увидеть. Хотя все мы сейчас находимся на передовой. Любой вопрос, он решается в экстренном режиме. И везде мы видим отклик. Формируются бригады, в том числе реаниматологов бригады, которые помогают нам другие больницы. Вторая городская больница, краевая больница. Профессиональный День медработников среднего звена послужил и поводом для обсуждения проблем. Так Владимир Солодов пообещал, что условия работы сотрудников краевой больницы станут лучше еще до того, как будет построено новое здание. Также сейчас медиков волнует количество средств защиты. Есть проблемы, например, в респираторах. Если вам поможете, мы будем очень вам ограничивать. Мы пока вот на сегодняшний день, ну как бы, ну нормально оснащены. У нас есть некоторые там моменты, ну по качеству некоторых приобретаемых там очки. Но мы опять работаем сегодня на другую партию закупления. То есть это все рабочие моменты. Ну вот самое главное – это защита сотрудников. В этот день нашлось время и для наград. Почетные грамоты правительства региона, благодарности Краевого Минздрава, ценные подарки передали нескольким десяткам медработников. Ваш труд, он, наверное, один из самых главных, один из самых ценных. Потому что именно с вами больше всего времени пациенты проводят. Именно вы находитесь на переднем крае работы с пациентами, с нашими. Но сегодня, как никогда, мы этот труд ценим. Сейчас в учреждениях Краевого Минздрава трудится порядка трех тысяч медсестер, медбратьев, санитаров, акушеров и фельдшеров. Многие остаются на посту, несмотря на риски, связанные с возрастом или состоянием здоровья. На помощь им приходят даже студенты. Камчатский медколледж ежегодно готовит к выпуску больше полутора сотен новых специалистов среднего звена. И в этом году, несмотря на эпид-обстановку, режим самоизоляции 30 июня состоится вручение дипломов. Залина Корбанова, Алексей Кузьмин, Антон Скрипаченко, Дмитрий Былков. Информационное агентство «Камчатка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова